Вот говорят то, что МММ там разрушилась, что с ней никто не борется, дескать, там пирамиду рухнет и так далее. Довожу до вашего сведения очень интересный факт. Вчера, 15 декабря, по совершенно неизвестным, неведомым мне причинам, мне заблокировали бесплатный блок на блок с потиумс. Здесь вот будет адрес. То есть, что из себя представляет этот блок? Во-первых, он старый, то есть, никакого отношения к работе возрожденной МММ он не имеет. Там нет ни функционала, ни личных кабинетов, нет вообще ничего. То есть, это воистину блок, на котором я просто делюсь своим мнением. Причем на главной странице повествование начинается с предупреждения. Через VPN он доступен, поэтому можете посмотреть, полюбопытствовать, что он вообще из себя представляет. Что даже такого уровня ресурсы, можно сделать вывод такой, что даже такого уровня ресурсы представляют опасность для представителей нынешней финансовой системы. Ну, раз его блокируют. Вообще, история такая. Вот как Мавроди в свое время говорил, что наши власти, по сути, спящие девы. Что они неповоротливые, медлительные. Они совершенно ни в чем не разбираются. Ну, понятно, у них там свои дела. Бюджет пилить надо. Какой им там? То есть, в чем-то там разбираться еще. Нафиг надо. Значит, рассказываю, как все было. В прошлом году, под Новый год, у них, видимо, под Новый год какое-то обострение. В том смысле, что по голове начальство, по всей видимости, начинает стучать. Что давайте, как так? Вот там блок какой-то Юсупов там якобы пирамиду организовал. Хотя никакой пирамиды нет, никакой организации нет. Чтобы вы понимали, вы можете в описании или в закрепленном комментарии к этому видео ознакомиться с устройством Возрожденное МММ. То есть, Возрожденное МММ – это не фирма, это не компания. Я вообще к ней никакого прямого отношения не имею. То есть, деньги я никуда не привлекаю. У меня нет счетов, куда бы они стекались. То есть, Возрожденное МММ – это неформальное объединение людей, которые безвозмездно переводят друг другу свои деньги. Без всяких гарантий, обязательств и обещаний. Так вот, мой блок начинается прямо с предупреждения. Вот первая страница, собственно, что никаких гарантий здесь нет. Что вот это просто мое мнение, которым я делюсь. Там и так далее и тому подобное. Я вообще предполагаю, что инициатива исходит от Центрального банка. Поскольку у них же там появился вот этот отдел, куда пишут жалобы, что вот там признаки финансовой пирамиды. Причем предусмотрительно словосочетание «финансовая пирамида» взято в кавычки. То есть, ну или взято там, куда ударение. В общем, дело-то в чем? В правовом юридическом поле нашей страны нету такого определения. То есть, финансовая пирамида – это как избушка на курьих ножках, или там какая-нибудь смерть Кащея. Это ничто. Нету такого определения. Понимаете? Поэтому оно в кавычках. Даже на сайте Центрального банка. Что, дескать, мой блог имеет признаки финансовой пирамиды. Может, я еще имею признаки какого-нибудь финансового пролепипеда? Нет? Не имею. Короче говоря, к чему это все? Во-первых, с МММ борются. Борются потому, что она представляет опасность для существующей финансовой системы. Это уже должно вас заинтересовать. Это раз. Второе. Бороться с МММ вот в том виде, в котором она сегодня существует, невозможно. Поскольку, как я уже сказал, если вы сами разберетесь, если вы это сделаете максимально беспристрастно, у вас это получится, нисколько не сомневаюсь, вы разберетесь. И осознаете крайне простой факт. Что никакой компании и фирмы нет, деньги никуда не стекаются, что это просто вот Вася безвозмездно переводит деньги Пети. Со своей карты на карту Пети. Таких переводов ежедневно совершается сотнями тысяч. То есть, как-то понять, что этот участник участвует в МММ, абсолютно невозможно. Теперь, что еще? То, что наши власти, это спящие девы, совершенно неповоротливая структура, которой, по сути, им наплевать на людей, на то, что там кто-то пострадает, что вот они это под видом борьбы с мошенничеством там. Они вообще ни во что не вникают, я так предполагаю. И просто блокируют всех направо и налево. Причем, вот совершенно, ну это глупость, понимаете, блокировать блок, на котором нет функционала, который никакого отношения к работе системы, как минимум, уже год не имеет. Потому что ранее, в прошлом году, они заблокировали доменное имя, оформленное на одного из участников, мавроди-жив.рф. Там именно доменное имя было. Это не сайт, это доменное имя, которое было переадресовано вот на этот мой бесплатный блог, мавроди-жив.блокспот.ком. Они его заблокировали, запретили его вообще занимать. То есть, никто не может купить себе доменное имя мавроди-жив.рф. Поскольку мы его рекламировали, там и передачи были, и там и по второму каналу меня показывали. Там тоже, можете посмотреть передачи в архиве, они, кстати, есть на этом YouTube-канале. Ну, в общем-то, я не думаю, что они кого-то удивят. Там есть и полная версия, то есть, вот все интервью, которое я дал там, и то, как, что из этого, в общем, состряпали, и как это все людям преподнесли. Это, к слову говоря, что вот СМИ они у нас самые честные в мире вообще, неподкупные, независимые. То есть, посмотрите, это просто, это тихий ужас. Видите, волос нет, они все у меня выпили уже от этого всего. Ну, шутка, конечно. Короче говоря, я даже не буду, понимаете, я могу сейчас изменить, вот у меня есть модератор, я ему дам сейчас команду, он изменит просто адрес блога, там это можно в настройках сделать, и будет другой адрес. Но я даже делать этого не буду, поскольку вот есть такой замечательный закон, называется закон Стрейзен. Да, это там Барбара Стрейзен, свои фотографии, там они попали в интернет, она пыталась их там спрятать. Чем сильнее она их прятала, тем сильнее они тиражировались по сети. То есть, есть, да, в общем-то, это закон, это самое крайне простой, запретный плод сладок, что вот люди всегда хотят знать, а что же там. Поэтому я не буду даже менять адрес блога, не буду менять его доменное имя, что я могу, еще раз повторяю, бесплатно, просто за 10 минут, вот зайти в админку там, ну, это модератор сделает, все поменяет, все там, и просто мы разблокируемся. То есть, этот блог, Мавроди жив, он никому нафиг не нужен будет. Мы его и так нигде, повторяю, не рекламируем, то есть, он никакого отношения к работе возрожденной МММ не имеет. Что, пользуясь случаем, повторю, свидетельствует о том, что вот те, кто там занимаются этими блокировками, вот они совершенно ни во что не вникают, абсолютно. Они не понимают даже, как система организована, как она устроена, что люди просто друг другу напрямую переводят деньги. Что нет тут болевых узлов, нету точек. Все это, как говорится, и опыт, и ошибок трудных. Все это мы проходили в МММ-2011, в которой я был 10-миллионником. Тем более, в прошлом году, вот опять-таки, блокировка этого доменного имени, который тоже там, этот реестр центрального банка, где мой блог, где я просто высказываю свое мнение, имеет признаки финансовой пирамиды. Объясните мне глупому, как мнение человека, который не призывает людей ни к чему противоправному, может иметь признаки финансовой пирамиды. То есть, это просто какое-то, ну, я не знаю, это безумие. Ну, в общем-то, события в стране, они, особенно в этом году, показали вообще, что мы реально же живем в каком-то просто безумии. Короче говоря, ничего я не буду менять, пусть он будет заблокирован, доступ через VPN, почитайте, вам даже так будет интереснее. Я в этом нисколько не сомневаюсь, что закон Стрейзен сработает. Что блок просто будет представлять, но поскольку он недоступен, гораздо больше интересов. В общем-то, и все. Ну, и на всякий случай напомню, что никакого, повторю в смысле, особенно для участников, вообще, я мог это вообще не говорить, никто бы даже ничего не понял. Это там, там на блоге единственное что, это архив всех отзывов. Больше никакой ценности он не представляет. Там ничего больше нет. Там ссылки на Google Доки, у нас уже давно. Но предупреждение, собственно, устройство системы МММ, всего два документа, образно говоря. Это предупреждение, в котором я все описываю, сразу говорю, что никаких гарантий нет, что вы просто... Это касса взаимопомощи. То есть, с юридической точки зрения, это абсолютно легитимное по российским законам, ну, и с точки здравого смысла, касса взаимопомощи. Когда Вася просто помогает, своими деньгами пейте безвозмездно. Все. Это простой факт. В предупреждении об этом говорится, что все, вы, если вы здесь участвуете, просто переводите свои деньги другим людям. Просто так вообще, не ожидая ничего взамен, без всяких договоров там и так далее. Вот. И второй документ, это мои рекомендации, которые мы называем правила. То есть, правил на технике в системе нет, поскольку это сразу пришьют, притянут. Правила, это именно рекомендации. То есть, правила в кавычках. Все. Вот, почитайте, вникните, может, наконец уже кого-то это заинтересует, осмыслите. Ну, вот сами исходите из крайне простой мысли. Что если бы, по-моему, была абсолютно какой-то там безвредной, никому не нужной? Ну, разве кто-нибудь стал бы ее блокировать? Все. Мы можем многое. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова